и я в отчаянии тоже мы не вижу кольца сознания супер неужели совсем бессознательное подскажите как мне его увидеть для того чтобы получить человеку кольцо сознания ему прежде всего необходимо успокоиться это первое для того чтобы успокоиться человек должен знать что существует целый ряд медитаций которые вы видимо не проводили которые видимо недостаточно хорошо у вас сработали какая самая основная медитация к чему человек должен стремиться и так самая простая медитация это медитация спокойствие женя там все идет у нас все хорошо все нормально это медитация спокойствие человек садится закрывает глаза и пробует не шевелиться о чем угодно он может думать вот то чем вы думаете это создается у нас ощущением сознания вот эти мысли которые там появляются там могут быть картинки это все условно в пустоте находится снизу поднимаются наши чувства это называется у нас сознание а в этом месте осознание ли наоборот здесь сознание здесь осознание как там говорится общее атман и пунья и тогда монас и пунья и так далее то есть когда человек садится в такую медитацию то на первое место он должен поставить максимальное расслабление максимальное расслабление и желание максимально не шевелиться и так вот это расслабление его не только нужно фиксировать его нужно зафиксировать и запомнить как вы себя чувствуете когда вы в оцепенении и расслаблены вот привыкнуть к тому что именно еще и такое чувство является вашим чувством потом на четвертой ступени я там говорю о том что нужно найти груди своей состояния тепла я об этом рассказываю говорю это атманическое состояние за для чего она нужна атманическое состояние с гармонизатором могут помочь человеку ощутить тепло и радостность когда происходит построение гармонизатора и появляется тепло и радостность то тогда в сознании появляется оболочка она же и называется кольцом сознания и последняя есть на первой ступени или на второй ступени я давал практике когда необходимо тереть глазки сверху снизу так тереть так и так далее и там сжимает глаза человек потом открывает потом закрывает поднимает их вверх влево вправо вниз вниз влево вправо вверх или с открытыми глазами делает вот такое движение указательным пальцем как я объясняю на четвертой и пятой ступени закрывает и после этого концентрируется на оболочке которая возникает это астральная оболочка таким образом он это все формирует поэтому если вы его не видите очень хороший есть совет возвращайтесь говорю серьезно если не видите вернитесь вернитесь и не торопитесь эзотерика это не кнопки эзотерика это долгий длительный путь при этом путь в котором присутствует философия присутствует все идеи